Вести ФМ Первые о главном Доминирование США в мировой экономике постепенно снижается. На США приходилось 30% мирового производства в конце Второй мировой войны. Сейчас это всего лишь 15%. И эта пропорция постоянно будет снижаться по мере того, как развивающиеся страны развиваются более быстрыми темпами, чем экономика США. Второе обстоятельство – это технология. Из-за появления цифровых механизмов платежей, система платежей, основанная на банках, которые используются для международных платежей, все это тоже постепенно будет спадать, сходить на нет. И будут появляться цифровые валюты. Особенно цифровые валюты центробанков станут основой платежей. И в этом контексте уникальность доллара уже не будет такой явной. Ну и третье обстоятельство – это злоупотребление привилегиями США правительством этой страны. США многое получили от того, что доллар используется в качестве ключевой международной валюты. И одной из привилегий была возможность заимствования по сниженным процентным ставкам. Фактически также поддерживалась при этом достаточно эффективная система международных платежей. Но США злоупотребили этой системой. И особенно в последние 15 лет росло это злоупотребление. Практически США стали зависимы от того, чтобы использовать финансовую систему ради достижения каких-то геополитических целей. И Россия стала одной из жертв такого поведения, когда были заморожены золото-валютные резервы России в 2022 году. С моей точки зрения это было незаконно. Действие неоправданное. Я тогда это говорил, сейчас это могу повторить. С мнением Джеффри Сакс, что монополия доллара постепенно уходит, согласен и зав. научной лаборатории Российского экономического университета имени Плеханова, автор телеграм-канала «Ключевые ставки» Денис Домащенко. Эксперт лишь заметил, что процесс ухода от доллара растянется, и ближайшим десятилетием он не ограничится. Джеффри Сакс, ну, во-первых, он отметил, что экономики других стран растут быстрее, чем американская экономика. На мой взгляд, это во многом циклический процесс, и если сравнивать его со многими другими развитыми странами, то темпы роста экономики Соединенных Штатов, они примерно сопоставимы. Однако развивающиеся страны растут действительно быстрее, особенно в Азии. Поэтому можно говорить о том, что доля юаня в международных резервах будет увеличиваться. Сейчас она составляет порядка 2%, десятилетия вполне можно ожидать и все 10%. Но это никак не 55%, как сейчас в американской валюте. Во-вторых, Джеффри Сакс обратил внимание на то, что с появлением и распространением цифровых валют доллар теряет свою уникальность. Но, на мой взгляд, многие центральные банки сопротивляются распространению так называемых децентрализованных финансов, поэтому этот процесс будет искусственно ограничиваться со стороны регуляторов. Но роль цифровых валют в международных расчетах не превышает в настоящее время 1%. Поэтому о конкуренции криптовалют говорить не приходится. И думаю, что до 2030 года не более 3-5% будет осуществляться расчетов именно в цифровых валютах децентрализованных. Может быть, в валютах самих центральных банков в цифровых валютах, да, но не в децентрализованных. И третье, Джеффри Сакс говорил о том, что Соединенные Штаты сами виноваты в падении авторитета в свои валюты из-за последних санкций. Ну, действительно, такая тенденция есть. Однако процесс ухода от долларов в масштабах всей мировой экономики пока идет медленно. Дело в том, что долларовые активы самые ликвидные с развитыми финансовыми рынками и инструментами в мире в настоящее время. Но если только начнутся какие-либо проблемы на рынке американских облигаций или производных финансовых инструментов, тогда доверие к этой валюте будет действительно подорвано. Но пока никакого коллапса на финансовом рынке нет, то доллар будет доминировать. На мой взгляд, Джеффри Сакс немного поторопился. Я думаю, что это будет между 40-м и 50-м годом, когда китайская экономика будет уже превышать американскую. И когда финансовые рынки будут настолько развиты в Китае, что с удовольствием весь остальной мир будет уже выбирать между китайскими резервами или американскими резервами хранить свои активы. И, соответственно, где и там, и там будет, в общем-то, удобно и адекватно для участников международной торговли. Ну и тут Джей Пи Морган предупреждает, что назревает финансовый кризис. По мере роста доходности американских облигаций, в общем, будет финансовый хаос и так далее. Ваша точка зрения по поводу доллара, когда перестанет быть главным валютой номер один в мире? Действительно, в ближайшие десятилетия мы это увидим. Либо, что называется, сроки сместятся вправо. Ну, смотрите, есть такой закон Гербета Штайна. То, что не может продолжаться вечно, закончится само собой. Вот как закончилось когда-то доминирование британского фунта. Закончилось это после Второй мировой войны. Когда Британия оказалась под давлением колоссального количества долгов. И при этом страны начали утрачивать интерес к Британии. Потому что доминирование Лондона в мире закончилось. Лондон уступил, это место, Вашингтон. И все. И фунт вроде бы конвертирует валюту, но он уже больше не та мировая валюта, которой он был в период первой половины 20 века. С долларом то же самое. Колоссальное количество долгов и падение геополитического влияния, это то, что убивает любую гегемонистскую валюту. Более того, подъем Китая и решение МВФ о какой-то новой гегемонистской валюте, они так называются, они думают над чем-то новым, чем заменить доллар, сделать его более совершенным, но для расчетов, возможно, это какие-то цифровые валюты центральных банков, возможно, что-то еще. Вот это все подтачивает гегемонию долларов. Но еще больше подтачивает то, что доллар используется в качестве оружия. И это действительно наносит очень серьезный удар для доллароцентричной финансовой системы. Ну и, конечно, самый большой удар – это долги. Потому что, когда в мире 310 триллионов долларов долгов, ну, эквивалент, но большая часть из них долларовая, и весь мир, по сути, зависит от печатного станка ФРС и от здоровья американского рынка капитала, то, конечно, от этого приходится избавляться, как, ну, когда-то избавлялись от того, что вызывало эпидемию. Вот если начнется глобальный финансовый кризис, то это как раз, вот, его будет сложно пережить. 2008 год мы пережили, но тогда не было таких долгов, и тогда не было такой взаимосвязи. И, главное, не было такой зависимости от долларов и кредиторов. Вот сейчас ситуация хуже, поэтому, если начнется финансовый кризис, доллары будут срочно искать замену где угодно, потому что невозможность выплачивать долги и остановка жизнедеятельности огромной части мира просто невозможна. Да, вот, в связи с этим. То есть, необходимо решать проблему по-другому, необходимо продолжать торговать, как-то торговать, производить, жить, но уже без доллара, и процесс ускорится. Ну, а не применят ли старую тактику, сработает ли она, там, монетарные власти США, ну, и вновь, там, всевозможные программы количественного смягчения, вертолетные деньги и так далее. Мол, да, доллар уже не тот, но мы все равно их дадим еще больше, чем давали раньше. Могут, но это стагляция. То есть, сначала это и глоссальная инфляция, и стагнация мировой экономики, потому что, вот, от падения рынков и финансового кризиса до фразы «Мы вам сейчас напечатаем» дадим, может пройти год, может пройти два. За это время будут такие серьезные потрясения, что эти доллары уже не настолько будут интересны. Научатся многие страны, особенно развивающиеся страны, обходиться без них. Не об этих ли рисках говорил сегодня Антон Силуанов, выступая в Совете Федерации, защищая проект бюджета на следующую трехлетку. Он сказал, что, ну, у нас есть все необходимые ресурсы, они запланированы, заложены, которые позволят полностью обеспечить главные статьи. Статьи – это нужды спецопераций, это выполнение социальных обязательств перед населением, поддержка интеграции новых регионов. И достаточно такие, ну, оптимистичные цифры привел глава Минфина. Ожидает стабильного роста экономики страны более чем на 2% в год, там 2,2-2,3 в течение вот следующей трехлетки. И что дефицит бюджета будет очень комфортен по сравнению с другими странами, в том числе и развитыми, не превысит 1% ВВП. Тем не менее, и там, послушав Антона Германовича, да, и вот основные какие-то параметры вот этого трехлетнего бюджета, если их вот как-то оценить, есть ли какие-то показатели, которые, ну, действительно, скажем так, нужно будет пересматривать, которые могут заставить задуматься? Ну, мне кажется, что вот то, что мы увеличиваем расходы на оборону, это, во-первых, хорошо, потому что это приближает победу. Это хорошо, потому что в изменившемся мире вооружения станут, ну, такой серьезной статьей нашего экспорта, потому что все страны будут заботиться о безопасности. Да, и, по сути, это высокотехнологичная продукция, и мы заместим этим наш сырьевой экспорт. Да, то, что дефицит бюджета будет такой низкий, это тоже хорошо, потому что бюджет в какой-то степени будет сбалансирован. Вопрос в том, что есть статьи, на которые лучше бы потратить деньги, увеличив этот дефицит. Это такие статьи, как образование, да, как наука, как медицина, особенно наука, потому что там сейчас крайне необходима фундаментальная наука, прикладная наука. Нам очень много приходится и придется делать самим, возрождать много того, что уже потеряно или пропущено, и где мы отстаем, потому что очень многими вещами с нами никто не поделится, ни китайские товарищи, ни уж тем более противники на Западе. Поэтому то, что выделяется на оборону столько, это хорошо, потому что 6 лет назад тот же самый Антон Геннадьевич Сивуанов, 6 октября 2017 года, говорил, что рост избыточных расходов на оборону государственного бюджета наносит вред всей российской экономике, непоправимые риски, так как они не несут производственного характера. Оборона лишь наносит ущерб для экономики, уверен глава Минфина. Я вот цитирую те публикации, которые сохранились 6 лет назад. Ну, вам ответили, что совершенно другая ситуация была. Мы ответим, что именно из-за того, что армия была недофинансирована, был снарядный голод и так далее. Ну, и многие вещи, за которые сейчас приходится платить, очень тяжело и кровью. Поэтому я считаю, что сейчас оборона действительно приоритет, но оборона она не будет отнимать у экономики перспектив, потому что, во-первых, это новые рабочие места, во-вторых, это колоссальный экспортный потенциал, ну и, в-третьих, нам необходимо как можно быстрее завершить победу и специальную военную операцию, потому что это дальше нам даст очень серьезный импульс для дальнейшего развития экономики и уже дальнейших, ну, устраивания иных отношений с нашими нынешними партнерами, ну и бывшими партнерами тоже. В бюджете средний курс доллара на будущий год заложен на уровне 90 рублей 10 копеек, сейчас почти 100 рублей. Это как-то влияет на наполнение, либо на недополнение бюджета? Ну, даже может влиять на перевыполнение, потому что, судя по динамике нефтяных цен и уровню доллар-рубль, сейчас Минфин получает дополнительные доходы от сырьевого экспорта, от налога на добычу полезных ископаемых, то есть вот эти вот доходы, они не были заложены даже в текущий бюджет, и поэтому мы говорим о том, что резко сокращается дефицит бюджета, и не нужно будет заимствовать такое количество денег на рынке по очень высоким ставкам. Минфин сказал, что он сокращает объем размещения государственных облигаций, и это тоже хорошо. Вопрос в том, что уровень, вот как я говорил, рубля, он пока не позволяет быстро закупить оборудование и начать импортозамещение, либо закупки оборудования должны быть субсидированы государством, опять же, тогда это нагрузка на бюджет, и тогда нужно будет увеличивать дефицит, либо нужно будет проводить какую-то иную политику, связанную с внешнеторговыми операциями, или с тем, каким образом стабилизировать валютный рынок. По поводу ключей. Посмотрите, если средняя, если средняя. Если сейчас 100, средняя 90, это означает, что, в принципе, курс может быть и 80, но в конце следующего года так ведь. Ну, из-за просто линейной экстраполяции. Ну, там, по-моему, через год 85 они ожидают. Ну, по крайней мере, прогноз такой. Что касается ключевой ставки, понятно, что, ну, наверное, слишком высокая тормозит, то, о чем вы говорите, развитие экономики. Тем не менее, упомянутый уже зампред ЦБ Алексей Заботкин, выступая в Верхней Палате Парламента после того, как рубль вновь стал дешевле 100 рублей к доллару, заявил, что России, вероятно, потребуется поддерживать высокие процентные ставки в течение всего следующего года. Вот. Некоторые экономисты говорят, что вот на фоне вот этих всех рудиментных пертурбаций на валютном рынке, возможно, и дальнейшее повышение ключевой ставки чуть ли уже не в октябре. Действительно, вот такая жесткая монетарная политика Центробанка, она может продержаться и весь следующий год? Ну, нет, наверное, вот настолько жестко, как сейчас она не продержится, потому что, что сказал господин Заботкин, что средняя ставка в следующем году, ключевая, будет в диапазоне 1,5-1,5, да? То есть, ниже, чем существующая. То есть, таким образом, ну, как бы, он говорит о том, что, в принципе, в первые половины года, наверное, ставка будет еще высокая, но потом придется снижать. Ну, опять же, давайте исходить из той самой линейной экстраполяции. Если сейчас ставка 13, а средняя на следующий год 11,5, это значит, что к концу следующего года она должна быть уже однозначной, то есть 9,5-9, может быть, 8,5, ну, для того, чтобы мы попали в эту среднюю. А быстрее это может произойти? Потому что для потребителей, для обычных, да, для граждан и для предприятий, чем дешевле кредит, тем легче жить, тем проще дышать. Может, но, опять же, здесь должно уже какое-то совместное решение и Центрального банка, и правительства, да, потому что стимулирующие меры, они должны быть согласованы и на уровне правительства, на уровне, возможно, высшей исполнительной власти, для того, чтобы Центральный банк таким каким-то образом был задействован в этой политике. Допустим, как в Соединенных Штатах, у ФРС, вроде независимый Центральный банк, который печатает доллары, тем не менее, у него есть мандат Конгресса, двойной мандат Конгресса. То есть ФРС отвечает и за экономический рост и уровень безработицы одновременно, и за инфляцию. Вот если добавить вот таких, по сути, решений для Центрального банка, задач для Центрального банка, то вполне возможно, что ставка будет снижаться, а регулировать избыточное кредитование, допустим, кредитный бум, можно мерами потенциального назора, то есть расширением норм резервирования для банков, которые слишком увлекаются теми или иными видами кредитов, в уфер, допустим, кредитованию экономики или бизнеса. Но, тем не менее, Центробанк тоже следит за курсом рубля и говорит, что это тоже косвенно будет опосредованно влиять и на инфляцию. Вообще, если можно, вот такой сжатый ответ Александра Вячеславовича. У ЦБ ведь еще на балансе много и валюты, и золота. А вот регулятор может там буквально за два дня, за три опустить, укрепить курс рубля до некой определенной, да, 90-80. Либо текущая ситуация, ну, некий такой консенсус, всех все устраивает. Ну, боюсь, что это консенсус, хотя упустить он может, потому что тех резервов, которые есть в золоте, в юане, вполне достаточно, чтобы сделать любой курс, потому что рынок тонкий, и серьезные объемы, которые будут на продаже на Московской бирже в паре юан-рубль, они способны повлиять очень сильно на валютный рынок. Просто Центробанк пока, видимо, приберегает для чего-то. Ну, для чего-то более существенного. Понятно. Спасибо большое, Александр Вячеславович, финансист, член Президиума Совета по внешней оборонной политике. Александр Лосев был с нами ближе полчаса. Продолжение следует...